Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник География, 7 класс, за авторством Душиной, Каринской, Ченева, серия Вертикаль, УМК, Дронов. Атмосфера и климаты Земли. Параграф 6. Климатообразующие факторы. Вспомните, что такое климат. Климат это многолетние варианты погоды в какой-то местности, какой-то определенной местности. Как и почему температура воздуха зависит от географической широты. Температура воздуха в целом зависит от угла падения солнечных лучей, которые нагревают поверхность Земли или океана. Естественно, что чем севернее, тем больше угол падения солнечных лучей и тем, соответственно, меньше нагрев. Тем, соответственно, ниже температура воздуха. Как образуются облака? Облака это, по сути дела, водяной пар. Учитывая, что поверхности воды на Земле больше, чем поверхности суши, то, естественно, что водяного пара в атмосфере крайне много. Что такое воздушная масса? Воздушная масса это часть воздуха, которая отличается от окружающих ее масс своей температурой, влажностью. Факторы, определяющие формирование климата. Выделяют три важнейших климатообразующих фактора. Количество солнечного тепла, которое получает земная поверхность. Движение воздушных масс. Характер земной поверхности. Главный климатообразующий фактор – количество солнечного тепла, поступающего на земную поверхность. Количество солнечного тепла зависит от географической широты местности. Чем ближе к экватору, тем больше угол падения солнечных лучей и тем сильнее нагревается земная поверхность. От поверхности нагревается и приземный слой воздуха. Таким образом, угол падения солнечных лучей определяет один из важнейших показателей климата местности – температуру. И вот нам показан рисунок, на котором видны климатообразующие факторы. Здесь видно, что, во-первых, это количество солнечного тепла и зональное распределение температуры атмосферного давления. И далее идет влияние климатообразующих факторов. Это рельеф нашей поверхности, который очень сильно может влиять на движение воздушных масс. При этом воздушные массы также влияют на земную поверхность. А вот зональное распределение температуры, а также суша, океан, течение, ледники, снег и рельеф, они влияют на вертикальное движение воздуха и, соответственно, сильно влияют на ветра. Атмосферное давление различны на экваторе и полюсах. Температура воздуха по направлению от экватора к полюсам снижается постепенно, но также постепенно, такого же постепенного нарастания давления не происходит. Возникает чередование поясов низкого и высокого давления. Почему? Близ экватора воздух сильно нагревается, расширяется, становится легче и поднимается наверх. Здесь образуется пояс низкого давления. Поднявшись над экватором на высоту нескольких километров, воздух растекается к северу и югу. Двигаясь в более холодные районы, он охлаждается, становится тяжелее и под собственной тяжестью опускается примерно на 30-х широтах обоих полушарий. Опускающийся воздух давит на земную поверхность, образуя пояса высокого давления. Вдоль 60-й параллели северный и южный широт формируются еще по одному поясу низкого давления. На поясах из-за низких температур давление всегда высокое. Чередование у земной поверхности поясов с разным атмосферным давлением приводит к неравномерному распределению осадков. Когда в областях низкого давления воздух поднимается вверх, он охлаждается. Поэтому от содержащегося в нем водяного пара образуются облака и выпадает много осадков на экваторе. И вот показана схема вертикального и горизонтального движения воздуха в тропосфере. Пояса атмосферного давления и распределения осадков. То есть вот это экватор. Как видите, здесь выше всего поднимается воздух, больше всего формируется осадков. Потом осадки выпадают на экваторе, воздух добирается до тропических поясов. Здесь осадков практически нет и всегда сухо. Далее идут средние широты. Как видите, здесь уже температура куда как пониже, поэтому испарение меньше, но давление все равно низкое, и поэтому происходит повышение воздуха, который поднимается наверх. И далее уже к полярным поясам идет обратное опускание температуры с высоким давлением. На полюсах давление всегда высокое. В областях высокого давления холодный воздух, опускаясь с большой высоты, постепенно нагревается. Облаков при этом не образуются, осадка выпадает мало. Второй по значимости климатообразующий фактор – движение воздушных масс. Из-за чередования поясов низкого и высокого давления на Земле возникают очень крупные постоянные воздушные течения. Они охватывают всю толщу тропосферы. Эти постоянные потоки воздуха называют общей циркуляцией атмосферы. Из поясов высокого давления, расположенных вблизи 30-й параллели, северной и южной параллели, в сторону экватора, где давление низкое движется, дуют постоянные ветры – пассаты. От этих же широт воздух движется и в сторону других поясов низкого давления, то есть к 60-й параллели севера и юга. Так возникают другие постоянные ветры – западные ветры умеренных широт. Напоминаю, ветер называется западным по стране, откуда он дует. То есть северный ветер дует с севера, западные ветры дуют с запада. Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, пассаты и западные ветры умеренных широт дули бы строго по направлению меридианов. Но под воздействием вращения Земли ветра отклоняются в северном полушарии, они дуют по ходу движения, а в южном – влево. И вот нам опять задают кучу всяких вопросов. Используя климатическую карту и рисунок 21, определите различия в температуре воздуха – июля и января. На экваторе различий практически особых нет. Там разница не более 5 градусов. Потом на параллелях 30, на 30-х параллелях, здесь уже разница более 10 градусов будет. То есть, естественно, что летом будет куда-то жарче, чем зимой. На 60-х летние температуры, они уже будут, ну, в зависимости, где-то в среднем, где-то нулевые, а где-то и минусовыми могут быть. А зимой так и вовсе температуры могут доходить до минус 50. При этом в северных широтах будет холоднее, чем в южных. Такая вот особенность. Обратите внимание, насколько на севере холод заходит вглубь, чем на юге. На юге, как видите, холодных линий намного меньше, чем на севере. Так, используя рисунок 23, определите направление пассатов и западных ветров. Ну, следующий рисунок. Ну, вот, собственно говоря, этот рисунок. И видно, как именно конкретно дуют эти самые ветра. То есть, как видите, где-то они западные, где-то они дуют более южно. Но в основном, как видите, они дуют на, вот здесь где-то на запад. И только вдоль, уже после 30-х широт, они начинают дуть на восток. Такая вот у них особенность. Воздушные массы обладают определенными свойствами, температурными и влажностными характеристиками. Находясь в постоянном движении, они перераспределяют тепло и влагу по поверхности Земли. Третий климатообразующий фактор. Характер подстилающей поверхности. То есть, рельеф, который определяет особенности климата любого участка земной поверхности. Например, вода и суша нагреваются и остывают по-разному. Что, в свою очередь, влияет на температуру воздуха, влажность, количество осадков и другие особенности климата. Важна для климата и абсолютная высота местности. Вспомните, как с высотой изменяется температура воздуха и атмосферное давление. И температура воздуха, и атмосферное давление опускаются с высотой. Температура опускается на 6 градусов на каждый километр. На климат территории также влияют близость или удаленность, океанов, морские течения, положение гор по отношению к преобладающим ветрам. С влиянием этих факторов на климат вы подробнее познакомитесь при изучении отдельных материков и океанов. Вопросы и задания. Где и почему на земном шаре преобладают восходящие и нисходящие движения воздуха? Восходящие преобладают на экваторе и на 60-х широтах. Нисходящие преобладают, то есть опускающийся воздух преобладает в тропиках, это 30-е широты. И на полярных кругах это уже 90-е широты. Какова зависимость между поясами атмосферного давления и количеством осадков? Низкое давление формирует большое количество осадков, высокое давление осадков практически не формирует. Почему в районе экватора выпадает много осадков, а в тропических широтах мало? В районе экватора высокая температура, очень большое испарение и низкое давление. Поэтому там огромное количество осадков. В свою очередь в районе тропиков температура высокая, но и давление высокое. То есть вроде бы испарение там есть, но осадки практически не выпадают. Потому что там ветер, он просто уносит эти все осадки оттуда, куда подальше. И там осадков практически нету, потому что давление очень высокое. Как характер подстилающей поверхности влияет на свойства воздушных масс? Естественно, что чем выше территория, тем там холоднее и суше, тем меньше там осадков. Например, Тибет находится на высоте нескольких километров, плато Тибетское. И там, несмотря на то, что это достаточно теплые районы, там зимой очень даже холодно. Да и летом там тоже не сказать, что было тепло. И при этом там очень сухой воздух. Тибет фактически это такое полустепь, полупустыня. Осадков там крайне мало. Очень малое количество осадков может добраться до высоты в 4 километра. То есть на Тибетское плато.